Нахожусь севернее Соленого озера. Имеются пострадавшие. Терплю бедствия, терплю бедствия, терплю бедствия. От Андрея, как от командира экипажа, зависит, найдут ли их спасатели. Он принимает решение из одного парашюта сделать палатку и развести костер, чтобы не замерзнуть. Ведь когда их найдут, никто не знает. Такая авария может произойти где угодно. В пустыне, либо горная местность, там где помощь вовремя не может прийти. Значит, соответственно, летный состав готовится к выживанию в этом месте. На поиски по тревоге поднят тот же отряд, что участвует в спасении космонавтов, приземлившихся в Казахстане. Правда, из-за плохой погоды не удалось взлететь вертолетом разведки. До места аварийного приземления экипажи добираются по земле. Эта машина используется при поиске космонавтов. Ей не страшно никакое бездорожье. И она даже плавать умеет и может доехать до любого места, где приземлился экипаж. По прибытию спасатели оказывают раненому летчику первую медицинскую помощь. Остальным психологическую. Нормативный поиск в четыре часа. Но все зависит от погоды и района аварии. Поиск обеспечивается радио-техническими средствами. Основное средство это радиобуй. Работает на уровне чистоте. Соответственно, он очень сильно помогает в плане поиска, обнаружения и определения местонахождения экипажа. Радиус действия до 15 километров. Сразу после праздников отряд спасателей отправится в Казахстан. Там 15 марта по плану должен приземлиться очередной экипаж международной космической станции. Сергей Морецкий, Павел Чернега, НТВ